Друзья, всех рад приветствовать! Мы вновь находимся в полицейском симуляторе, это уже вторая часть. Кто, друзья, пропустил первую, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Также будет ссылочка и на моего коллегу, мистер Аки, для того, чтобы вы могли посмотреть, как всё происходило от его лица. Обязательно переходите и поддержите его тоже, а наша служба продолжается. И вот как ты считаешь, мы вот в прошлый раз патрулировали улицы, следили за правонарушением, с теми людьми, которые выкидывают мусор и даже смогли арестовать потенциального наркодилера, который ходил с ножом у себя в кармане. Мы хорошо выполнили прошлое дежурство? Я считаю, что очень хорошо нас за это дежурство, друзья, поблагодарили, выдали даже новое место, но при этом не выдали нам патрульный автомобиль, чего я очень сильно ожидал. Я хотел взять велосипед, но, к сожалению, нельзя, но покажи ребятам, что же нам выдали. Вместо машины нам выдали полицейский радар, чтобы мы пресекали, так сказать, с превышения скоростного режима на дорогах, но мне вот интересно, какой в этом смысл, если у нас нет машины, как мы будем штрафовать людей? Мы что, в них будем квитанции вот так вот на дорогу кидать, чтобы они оплачивали? Для того, чтобы оштрафовать с радара, нам необходимо выйти на какой-нибудь скоростной участок и постараться зафиксировать более 35 миль в час. Слушай, ну для такого момента нам нужно отправляться подальше от перекрестков. Сегодня это наша главная задача во время дежурства. Понятное дело, вы мыслите с другими правонарушениями. Мало ли, опять найдем какого... Ты что делаешь вообще? Скорость, на всякий случай, на всякий случай. Думаешь, он скорость превышает? Двигается больше 35 миль в час? Ну, мало ли, мало ли, такое возможно. Если увидим велосипедиста, вот на него можно как раз кирадар направить, я считаю, хотя вряд ли кто-то будет на велосипеде с такой скоростью ехать. В общем, сегодня наша главная задача как раз таки следить за нарушениями скорости. И я надеюсь, что штрафы себя не заставят долго ждать. Но знаешь, они не все такие глупые и нарушать не будут, когда на них целятся. 35 ровно! 35 ровно! Я тебе говорю! Блин, он круиз, Тайбой, включил себе и не хочет превышать. Они тут все на круизе ездят. Я не знаю, как мы будем сейчас их ловить. Слушай, давай спрячемся, попробуем за куст или за столб какой-нибудь. Слушай, хорошая идея. О, нашел, нашел. Вот, отлично. Я за кустиком буду здесь сидеть и так вот. Ну а что? Тут вот два мента сидят в кустах и выслеживают рядовой взяткин и рядовой мусаров на службе. Еще и в два радара сразу. Опа! Ну как, готовься? Действительно. Готовься. Слушай, ну вот, едут машины, давай. 35. 35? Да, это 35, что там по следующей машине? Давай, давай, давай. 38! Есть! Есть, я фиксировал! Едет, едет, да, 38! Фиксируй, фиксируй! 41 миль в час зафиксировал. Номерной знак не читается. Так, сообщи. Номерной знак не читается. Плохая фотография сделана. А я сообщил, смотри, у меня получилось. 37. А ну давай еще одного поймаем. Слушай, это получается, там надо еще сфотографировать таким образом машину, чтобы читался номерной знак. Вот это вот интересная, конечно, тема. Ну у меня получилось. У меня с первого раза получилось. У меня вообще смазанное какое-то изображение получилось. Вот знаешь, прям как с камер, которые на дорогах стоят. Очень интересно. Значит, ему повезло. Ему придет только один штраф, а не два сразу. Вот это таксишка превышает. Я же сказал, таксишка превышает 40 миль в час. Ай, дьявол. 40? Прикинь, прикинь. Ехала 40, не сфотографировал, а она начала тормозить на светофоре. Но она сейчас на светофоре будет разгоняться. А смотри, смотри, какой у меня план есть. Я сейчас встану за этой таксишкой. Встану за этой таксишкой. Она сейчас как только стартанет, я сразу ее номера сфотографирую. Потому что она явно стартанет с твоей светофора и сразу будет превышать. Давай, я тогда буду фиксировать. Я сейчас... На нее можно залезть, нет? Нельзя. Ну ладно. Все, готовимся. С двух сторон ее. Она сейчас прямо же, да, поедет? Ну да, с этого рана только прямо ехать. Вообще, вообще. Готовься. Готовься, готовься, готовься. Давай, давай, давай. А нельзя приблизить? Блин, ты так медленно разгоняешься? С ума сойти. С этого 30... 37 есть! Сообщись, сообщись! Есть, молодец, успел. Ты посмотри. Я знал, я знал, что она будет опять превышать. Таксишки всегда так и ездят. При этом он прекрасно видел нас. Мы перед ним прям ходили. Видел с радарами нас. И все равно. С двух зеркал причем. Вот это не страшно. Если с двух зеркал так сзади тебя два мента стоит с радарами. Идем сразу по противоположным тротуарам. Значит, следим за большим количеством нарушений. Я правильно говорю? Правильно. Мы и за людьми сразу следим, и за машинами одновременно. За парковочками в первую очередь. Вы обнаружили новое место. И человек мусор бросил. Где мусор бросил? Увидел человека, который мусор бросил? Нет. Человека не вижу. Где-то рядом с нами мусор бросили. А, вижу, вижу, вижу. Вижу. Иди оформляй его. Где? Где кто бросил? Это была банка из-под кофе. Вот он. Вот он. Вот этот вот. Вот этот вот, который... Вот этот вот. Идет. Здравствуйте, сэр. Сэр, подождите. Подождите. Запрос удостоверения. Документики показывайте. Это не его удостоверение. Это удостоверение какой-то женщины. Во-первых, она белая. Во-вторых, она блондинка. Что делать? Такую ситуацию. А разреши взгляну. Разреши взгляну. Да, пожалуйста, посмотри. Он очень уверенно смотрит. Мне кажется, он вообще не сомневается, что это его удостоверение. Но там другой человек. Даже на фотографии. То есть ты хочешь сказать, что это поддельное удостоверение, что ли? Да. Он, мне кажется, убил. И украл у него удостоверение. Выходит, это... Да, действительно. Это Инесса Дженкинс. Инесса. Он его украл. Соответственно... Ну-ка, давай, оформляй его по полной. Раз уж ты начал, оформляй. Так, сэр, здравствуйте. Еще раз. Надеваю на него наручники. И что у нас здесь получается? Украденное удостоверение. Правильно? Украденное, украденное. Все правильно. Он ничего не подделывал. Если он там подделал, то он все должен был подделать. Так что, сэр, отправляйтесь за решетку. Слушай, буквально, выбросил стаканчик с кофе. Он же стаканчик с кофе выплесил или бутылку опять. Пожалуйста, все. Отправляется в тюрьму. Вызываем транспортное средство. А, вызывает транспорт? А кто у нас разминается здесь? Кто здесь разминается? Проверить? Кто там разминается? Ну, она бесконечно разминается. Мне кажется, надо проверить ее наркоту. Без причины проверять, наверное, не надо. Ты посмотри на ее зрачки. Возможно, она под наркотиками. Подозрительно себя, может быть, ведет. Да вроде обычно, я не знаю. Ну что, ждем транспортное средство для этого человека. Я думаю, не надо уходить, пока не приедет конвой. Слушай, ну, значит, серьезная улица. Постоянные нарушения. Не бояться стражей порядка. Значит, будем здесь сейчас лить повнимательнее. Зачем вообще было предъявлять удостоверение? Где на фотографии женщина? Я вот тоже не понял. То есть он так уверенно, уверенно просто дал два раза. Три даже раза, получается, удостоверение нам двоим. И был уверен, что мы не заметим, что там совершенно другой человек. Давайте, заводите его. Заводите. По полной оформляйте. Конечно. По полной там его и обыщут. Я-то только, так сказать, поверхностный обыск сделал. Ему там и штаны залезут. Проверят все, что надо. Слушай, нами должны гордиться, мне кажется, наше начальство. Так что повышение не загораем. Слушай, на этой улице ограничение скорости меньше 25 миль в час. Они не разгоняются больше 25, мне кажется. А, да. Вот здесь мы можем кого-нибудь да подловить из-за деревца. Давай попробуем. О, вижу спорткар какой-то едет. Конечно, попробуем. Есть! Спорткар точно может готовить. Зафиксировал. Есть? Отправляем. Отлично. Готово, плюс 10. Плюс 10. Есть, есть, есть. Все, тоже сообщаю. Второй штраф. Сообщай, сообщай. Два штрафа, пожалуйста. Будет платить. Купил дорогую тачку быструю, будет платить. Понятное дело. Таксишка, смотри, как несется. Где? Сколько? С ума сойти. Сколько? Все. Молодец. Так, еще один джипик, смотри. Ну ты, конечно, стал пипец. О, есть. Готово, еще один. Да, отлично, я тоже сфоткаю. Я тоже сфоткаю. Отлично. Сфотографировал. Выбежал прямо на дорогу. Слушай, это же кормушка настоящая. Слышишь, куда попали? Ты посмотри. Думаешь? И 25. Давай посмотрим еще. Давай, давай, давай. 25. Ну блин, давай разгоняйся. Ну кто-то вот с противоположной стороны больше машин разгонялось, честно говоря. О, так он быстро. А нет, 25. Ну, на самом деле, кормушка. Действительно, кормушка, потому что три машины мы смогли с тобой поймать. Но, мне кажется, нас уже видят, учитывая, что здесь прямо на дороге. 25. Мне показалось. 25. 25. А дальняя? Тоже 25. Надо позицию сменить, вокацию. Куда-нибудь залезть, я не знаю. Слушай, ну это очень хорошее место, учитывая, что здесь огран на 25. То есть это шикарное место. Да, да, я согласен. О, есть. Готово. Который на поворот шел, что ли? Да, да, да. Вообще с кайфом отсюда. Отличный обзор вообще на всю территорию. Опа! Вот это пролежает. Давай, лови его, лови, лови. Еще один получил. Отлично, отлично. Слушай, мы так сейчас все заработаем. Не просто повышение, мы премию все заработаем, мне кажется, за это дело. А, по-моему, на этой улице мы больше никого не сможем штрафовать. Потому что, ну, явно люди узнали, что сюда выехали менты. На картах там, так сказать, пометили, что вот здесь надо сбросить скорость. Камера поставлена новая. Так что нам надо выдвигаться в следующее место. Или вообще, может быть, попробовать еще кого-нибудь арестовать. Потому что за аресты мы получим больше опыта. Ну все, слушай, давай вот по этой улице пойдем соседней. Я думаю, там кто-нибудь до нам попадется сейчас. Слушай, это еще что такое? А ну-ка посмотри. Не кажется ли тебе этот гражданин подозрительным? Знаешь, таких людей на улице редко встречишь. Я таких еще не встречал. Но извини, вот здесь моя чуйка роль сыграет. Я все-таки проверю документы. Стоять, стоять, гражданин. Давай посмотрим его до стороны. Потому что я даже не могу разобрать его лица. Что это вообще за человек такой? Это женщина, по крайней мере, я узнал. Что это за существо, мне кажется? Это женщина. Это существо, женщина. Но она очень странно выглядит. И она такое ощущение, что прячется от кого-то. И она в розыске! Она в розыске! Серьезно! Вот эта чуйка тебя не подговорит. Реально пряталась, получается. Получается, пряталась. Ты посмотри. Так, ну все, я тогда просто сразу ее вяжу, друзья. По-другому быть не может. Но прежде, конечно, хочется ее обыскать. Посмотреть, что у нее имеется. Очень интересный обыск, конечно, получится. Я не знаю, конечно, что ты будешь там обыскивать, учитывая ее положение. Но, что у нее при себе? Э, побежала! Она побежала! Она побежала! Стоп, тормози ее! Да, тормози, да, мощная! Тормози ее, тормози! Тормози, тормози, все. Ты посмотри! Она еще и решила побежать! Так, я еще... Причем я ее начал обыскивать, и она побежала. Сейчас я посмотрю, что в итоге. Я не успел посмотреть. Стоп, удовольствие что-то прячет. Так, у нее здесь блокнот, выкидной нож, спиннер и шпильки. Ничего себе! Выкидной нож, запрещенный предмет. Вот почему она побежала. Понятно, что она прятала, и от кого прячется, это уже не наше дело. Держи ее, пожалуйста, на мушке, потому что она находится в розыске. Внимание, так, в розыске. Дамочка, не орите, вы арестованы. Все, надеваем на нее наручники. Не знаю, как я это, правда, сделаю, но вроде получилось. И вызываем сюда человечка. Пусть забирает этого ежика. Это странно, друзья. Я, честно, не думал, что человек настолько боится попасться в полицию, что в итоге, посмотрите, ну как он спрятался. Посмотрите просто, как он спрятался. В результате не помогло, только больше внимания привлекло, когда мимо проходили полицейские. Давайте, офицер, пожалуйста, вяжите. Да, она была в розыске. Она, мы это узнали потом, впоследствии. Все, скручивайте и давайте ее в машину. С левых дней на нарах. Слава богу, друзья, опасный преступник, который ходил по улицам в розыске, благодаря нам, оказался задержан. И это очень хорошо. Все, пусть едут. Ладно, пойдем искать дальше новых преступников. Друзья, вы тоже можете стать настоящим полицейским и следить за порядком, который должны уже соблюдать не боты, а реальные игроки. Сделать это вы можете в криминальной России на проекте Радмир. Огромный мир, в котором преступность не дремлет ни минуты. От мелких нарушений по типу превышения скорости до сенсационных ограблений и убийств. Следите за порядком, проводите спецоперации и штурмы. Получайте новые звания и премии за хорошую службу. Кто знает, возможно, именно ты станешь генералом, который будет управлять огромным полком полиции. А может быть, ты будешь плохим копом и наоборот станешь на сторону преступности. Здесь решать только тебе. Играть ты сможешь как с компьютера, так с планшета и телефона. Ссылочки на скачивание будут в описании. Не забывай вводить мой промокод МАКСДИП, чтобы получить деньги при достижении 4 уровня. Я играю здесь уже 7 лет и буду очень рад видеть вас. Приятной игре. Как вообще определить человека, который находится под кайфом? Я же не буду подходить и всем смотреть в глаза, что они у него красные. На самом деле можно. Можно подходить, можно смотреть. Смотри, я останавливаю. Женщина, остановите. Я остановил, но ничего не предъявил. А ты посмотришь в глаза. Попробуй близко. Все в порядке. Все в порядке? А вот это шатается. Вот это шатается. Здравствуйте. Давай, я посмотрю. Давай. Только не предъявляй ничего, не предъявляй. Она в очках, правда, там? Сейчас я посмотрю, подожди. Ну, я, в принципе, сам вижу отсюда, что у нее особо-то ничего нет. Но она шаталась, как-то странно себя вела. Может быть, она и шаталась. Но пытаюсь. Нет, нет, все хорошо у нее. Ну, все. Идите, идите. Помешал ее разговору только. Ну, слушай, ты представляешь, мы просто ходим и проверяем зрачки у граждан. Даже не документы. А просто зрачки. Смотри, смотри, так, кто на основочке не стоит, а ну-ка глазки свои, пожалуйста, поднимите, не прячем. Все ради их безопасности, я считаю. Все ради безопасности. Слушай, этот-то странный, ты посмотри. У него зрачки. Я тоже заметил, что он очень странный. Зрачки у него. И он стоит плюс как солевой. Прямо на центре, слушай. Посмотри, что с зрачками у него. Ты не видишь? Я ничего у него с зрачками не вижу. В смысле? У него просто одни огромные зрачки. Ты посмотри. У него просто черные глаза. Он идет все нормально. Ты уверен? Черные глаза? Я ни в чем не уверен, но... Сэр, вы употребляли сегодня? Попробуй обыщи, мне кажется, что-то есть у него. Ладно. Сэр, давайте удостоверение сюда показывайте. Он очень странный. Мне кажется, он солевой. Посмотри, что там есть. Ну хорошо, хорошо. Удостоверение нормальное. Удостоверение нормальное. У него не было ни одного привода. Нет вообще единственного нарушения. Судимости нету? Нету, не единственная судимость. Ну это будет первое, значит. Давай, смотри, что там у него вообще. По полной программе. Так, извините. Поверхностный обыск совершим. Маули, он рядом с мусоркой стоит, не уходит от мусорки. Мне кажется, он караулит, пока мы уйдем, чтобы из этой мусорки что-то достать. Ну ей скажи, что что-то есть, пожалуйста. Ну что у него сказать? Сигареты и салфетки у него есть. Черт, а. Ну что такое? Не работает чуйка, блин. Даже видно. Ну что за глаза такие? Ну ладно, ладно. Все, я на твою чуйку больше полагаться не буду. Попробуй ты. Давай на твою чуйку. Понимает. Ладно, давай. Моя чуйка. Сейчас определим. Должны же мы хотя бы раз угадать человека. Куда она пошла? Вот у меня интересно, куда она зашла. Опа! Зашла вперед. К мухам зашла. Что такое? Я не знаю, ну вот. Зашла вперед. Ну что я здесь делаю? Разговариваю по телефону. А что ты у мусорки стоишь дамочкой? Дамочка, давай посмотрим на тебя. Есть у тебя что-то с глазами там? Подожди, я посмотрю сейчас. Да вроде нет. Давай, удостоверение показывайте. Ты у нее удостоверение потребовал? Да. Опять без основания получается? Почему? Она зашла за руку. Просрочено! Удостоверение, посмотри внимательно. Оно просроченное, я так понял. Чуйка, чуйка. У нее еще и вождение было с поврежденным бобовым стеклом. Ну это такое себе. А ну-ка, ты все-таки, во-первых, штраф выпиши и обыщи ее. Не забудь, не забудь. Обязательно. Так, получается, просроченное удостоверение. Там штраф-то нормальный такой? От 75 до 100 долларов. Так что мы за того пешехода сейчас, так сказать, отработаем. Слушай, ну прикольно, прикольно. То есть мы хорошо, прям вот чуйка здесь сработала. На обыск есть основания? Слушай, есть у нее просрочено? Да, я думаю, что да. Посмотри внимательно. Ну ладно, поверхностный обыск. О, плюс дали, плюс дали нам. Что там? У нее есть перчатки. Ладно. Все, дамочки, давай. Подожди, подожди. А может еще внутренний обыск попробовать? Ну прям, прям конкретный, под юбочку. Может там что-то прячется? Для этого, я думаю, такие основания как бы не те, вообще не те. Ладно, хорошо. Ну здесь хорошо, за счет нее поднялись на самом деле. Очень хорошо. Конечно, отработали те нарушения. У нас вообще дежурство заканчивается, так что... Вряд ли мы сейчас уже кого-то здесь найдем. Я хочу идти отдыхать, потому что в следующий раз мы будем отправляться дежурство, скорее всего, на машине. Мы сегодня офигенно поработали. Я думаю, повышение нас ждет. Идем в полицейский участок. Бухает. Бухает. Подожди, подожди. Это алкоголь получается, что ли? Ну а что это? Бутылка с пивом. Давай, останавливай ее. Ну ты же понимаешь, что когда у нас нет службы, это не зачитается. Типа я тебе сразу скажу. Все зачитается. Нет. В прошлый раз мы задержали человека, арестовали его после того, как дежурство завершилось. А так сказать, посадили его на бутылку. И все было благополучно. В этот раз та же самая история. Мы нашли человека с бутылкой после завершения дежурства. У нее точно есть какие-то проблемы еще помимо этого. Слушай, если она... Если она... Ой-ой-ой. Это не она, слушай. Что, просроченное удостоверение еще? Это вообще не она. Это просто не она. Это кража удостоверения. Она чернокожая или нет? Она чернокожая? Нет. А у нее здесь чернокожая, как бы. Я вижу, вижу. Все. Два штрафа уже, пожалуйста. Выбрасывание мусора, вождение с выключенными парами ночью и превышение скорости. Так, получается... Если у нее чужое удостоверение... Слушай, почему они с такой уверенностью дают удостоверение с другим цветом кожи? Проще всего определить. Ладно, там похожий человек был бы на фотографии. Я не понимаю. У меня показывают удостоверение ее, но когда открываешь в базе, в базе не она вообще. Понимаешь? То есть получается поддельное удостоверение, я правильно понимаю? Это поддельное удостоверение, значит. У нее в базе другая информация, а здесь тоже другая информация. То есть она свою фотку приклеила, получается. Да, да. Она приклеила свою фотографию к чужому удостоверению. Это уже именно поддельное считается. Да, это уже не украдено, это поддельное. Подделка документов, это арест. Подожди, давай... Причем суровый. Давай тогда сначала, во-первых, штраф. Так, распить алкогольных напитков. Штраф. Обыщем, кстати. Возможно, еще что-то у нее есть. Это обязательно, я про это и говорю. Первый штраф у нее есть. Теперь обыскиваем. Поверхностный, да, обыск? Нет, полный. У нее поддельное удостоверение. А, кстати. Ну давай и такой, и такой. Полный обыск надо делать, разумеется. Сейчас посмотрим, что здесь. Возможно, что-то попадется. У нее йо-йо, билет на автобус и письмо какое-то. Что за письмо у вас? Давай полный обыск. Смотри, под юбку залезай. Можешь пиджак тоже снять с нее. Обувь тоже снимайте. Ну, аккуратно, пистолет. Пистолетом только не целься в нее, а то он сбежит. Я, так сказать, на... А жвачку еще дополнительно нашел, жвачку. Я не знаю, где она ее прятала, конечно. Ну, ладно. Это странно. Окей. Короче, вызывай транспорт для нее, все. У нас, блин, рабочий день закончился, и я уже хочу отправляться домой телевизором. Поддельное удостоверение. Все. Все, арестованы. Арестованы. Наконец-то. Я тоже кого-то арестовал хотя бы. Замечательно. Да, мы сегодня совершили два ареста. То есть я один, ты один. Вообще замечательный день. Так, и нам необходимо вызвать транспорт для ареста. Все, транспорт вызван. Так, она надо дожидаться, или ее сами заберут там? Давай подождем. Слушай, я считаю, что сегодня рядовой взятки на рядовым мусаром перешагнули на голову выше. Сегодня мы провели дежурство. Пять раз лучше, мне кажется. Мы очень много, друзья, заработали очков. Я думаю, это все не напрасно. Ты нам озвучишь, что же нам за это сегодня дадут. Все, здесь уже разберутся. Полицейская сама все сделает. Побежали. Посмотрим. Мне не терпится узнать. Ну что ж, что начальство думает о нашей сегодняшней работе? Давайте с вами это узнаем. Главное, что же, что же нас ждет? Для чего мы работали все это время? Я думаю, мы работали для повышения средовых до офицеров, получается. Вот что я думаю. Итак. Да, обалдеть. Штрафов больше, чем в прошлый раз, мне кажется. Смотри, сколько штрафов. Нас повысили. Нас повысили на название и дали фотокамеру. Фотокамеру? Просто фотокамеру? И теперь нам дадут новый вызов несерьезная авария. В следующий раз мы отправимся исследовать аварии полноценной. Я думаю, для этого фотокамеру нам и дали. Ох ты, я аварии здесь еще не видел. Ну а что можно сделать с этим фотоаппаратом, друзья, мы узнаем только в следующей части. А кому эта служба понравилась, друзья, обязательно, пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайки. А я же каждому из вас благодарен за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok